Диагностировать лор-патологии у детей теперь можно быстро и просто. В областной клинической больнице появился первый в регионе НАЗА ФАРЕНГА ЛЯРЕНГОСКОП. Аппарат дорогостоящий, его приобретение обошлось в 473 тысячи рублей. Деньги на покупку предоставили благотворители. Представители власти отметили, что за два года по программе модернизации здравоохранения израсходовали на ремонты больницы закупку аппаратов полтора миллиарда рублей. Но и этих денег не хватило. Сегодня медицина шагает семимильными шагами, так скажем, вперед. Очень много в недре предлагается нового оборудования и новых методик лечения. Это все дорогостоящее оборудование. Поэтому, конечно, мы одноразово не можем решить все проблемы, связанные с новыми методиками лечения. Недооценить значение оборудования сложно. Эндоскоп нужен в каждом кабинете лора. Он позволяет просмотреть структуры носоглотки и отдела гортани совершенно безболезненно. Фиброскоп вводят в нос пациенту под местной анестезией. Изображение полости носа выводится на экран. Ребенок в этот момент не испытывает дискомфорта. Это особенно важно, ведь дети наиболее чувствительны к обследованиям. Выполнение процедуры занимает несколько минут. И, в общем-то, по большому счету преимущество еще в том, что данная методика, она функциональна, она очень диагностически ценна и заменяет рентгеновское обследование. Диаметр фиброскопа достаточно маленький, чтобы его можно было использовать при диагностике новорожденных. Врачи это чудо техники пока не освоили. Чтобы изучить его потребуются недели, может быть и месяцы. Дело навыка и привычки. Новое оборудование в больницах теперь в порядке вещей. Все благодаря программе модернизации здравоохранения. Это более 120 миллионов рублей на оснащение областной детской больницы нового корпуса, где создаются две новых принципиально новые службы, которых у нас не было. Это хирургическая служба, центр хирургический для детей и детская травматология и детский ожоговый центр. У нас такого не оборудования, это самые современные оборудования, дорогостоящие. Ни самих технологий еще так комплексно у нас в принципе нет. В ближайшее время в медучреждениях области появится еще 70 единиц оборудования разного профиля. В больницах завершаются ремонты, готовятся к сдаче в эксплуатацию первый роддом.